Господин Давид, а может ли чрезмерное спокойствие заболевания? Может ли быть излишнее спокойствие ребенка признаком того, что он нездоров? Да, может быть, излишнее спокойствие ребенка, то есть то, что ребенок не реагирует, не проявляет эмоциональность, которая присуща ребенку в этом возрасте в целом вообще. Да, если он как бы замкнут в своем мире, он не реагирует, у него не возникает каких-то эмоциональных связей с окружающими. Да, это признак того, что что-то неправильно, и нужно обратиться к педиатрам, к специалистам, которые оценят состояние ребенка и буквально проанализируют его поведение. По стандартным нормам, которые известны любому врачу-педиатру, есть определенные нормы развития, разных проявлений в зависимости от возраста. Вот там в каком-то возрасте, например, ребенок начинает говорить, когда-то там другие признаки проявляются. Во-первых, опытные мамы тоже могут заметить по сравнению с другими своими детьми, что ребенок какой-то он слишком пассивный. И это действительно повод для беспокойства и для обращения к специалистам, и не нужно опять-таки ничего ждать. Нормальный, здоровый ребенок, он активный, он постоянно двигается, он бегает, он находится в движении, как говорили в советское время. Ребенок – это вечный бегатель и прыгатель. То есть активное состояние ребенка – это проявление действительно его здоровья. Нормальный ребенок, он активен, он бегает, прыгает, да, но гиперактивность – это уже другое. Это состояние какого-то постоянного перевозбуждения, когда ребенок не может сконцентрировать свое внимание, он не может остановиться, что-то делать. То есть он уже практически не может себя контролировать. И это уже другое, это уже патология, это не здоровье. Но нормальный ребенок, да, он активный, он контактный, он постоянно может куда-то лезть, что-то делать. Это естественное состояние, активное. Но гиперактивность – это другое. Это просто… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok